История Димы Икса как артиста началась с семейного объединения Раф Райдерс, которые хотели войти в рэп-игру. Но для этого им нужен был артист, которого они могли бы взять под свое крыло и представить музыкальному лейблу. На этот момент у него была репутация на улицах Нью-Йорка как рэпера и грабителя, и оба аспекта получались у него очень круто. Чтобы вы понимали, он буквально грабил людей на улицах при помощи своей собаки. Имя этого Пит Буллин он набил на спине. Одна любовь, бумер. Настоящее имя Икса Эрл Симмонс. Он родился 18 декабря 1970 года в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. Как такового детства у него не было. По словам самого Икса, мать его не любила. Она была слишком занята своими личными делами и другими детьми, и он остался без внимания. Единственным близким для него человеком стала его бабуля. И она для него стала матерью. Когда он был исключен со школы, мать сдала его в приют, где содержались дети из неблагополучных семей. Там он находился два года. Он стал замкнутым, начал полагаться только на самого себя. Музыка стала его спасением. Осенью 85-го в возрасте 14 лет он вернулся домой, где его не особо ждали, и он начал скитаться, ночуя у друзей и знакомых. В этот самый период он пробует свой первый наркотик – сигарета с крэком. И этот опыт оставит неизгладимое впечатление, что впоследствии приведет к долгой борьбе с зависимостью. В перерывах между ограблениями Икс батлел с различными МС, и по словам его окружения, он относился к этому очень серьезно, принимая вызовы от любого претендента. Путь к всемирному признанию был действительно очень долгий. При поддержке Раф Райдерс он выпускает свой первый сингл «Born Loser» – рожденный неудачник в 92-м году, который должен был дать старт его карьере. Но сингл не имел коммерческого успеха и прошел незамеченно. Следующий трек за продюсированием Ирва Готти – «Make a Move» – тоже провалился. А Икс впадал в депрессию, упускался во все тяжкие. Понимая, что он не получит контракт и теряя всякую надежду, он продолжал крутиться на улице, периодически попадая за решетку. Из-за его печально известной репутации грабителя, его ошибочно приняли за другого и жестоко избили, сломав ему челюсть. После поправки он все еще носил металлические скобы. Ирв Готти, ответственный за поиск новых артистов на лейбле «Dev Jam Records», уговорил президента компании на тот момент Лиора Коэна, чтобы тот послушал Дима Икса. По словам Коэна, около трех часов ночи они приехали на худ, где было очень много MC, которые знали, кто он такой, и пытались показать свой талант. Икс опоздал, но, войдя в комнату, начал сходу кидать свои рифмы в характерной ему агрессивной манере, поразив президента «Dev Jam» своей энергетикой, несмотря на скованную прутьями челюсть. После этой судьбоносной встречи Икс получает свой первый контракт, и в 98-м году выходит в свет его дебютный альбом «It's Dark and Hell is Hot». Альбом начинается с интро, с небольшим вступлением, где происходит диалог. И задаются вопросы Иксу про Rough Riders, и на что Икс отвечает, что это его чуваки, это его семья. Если у кого-то есть проблемы с ним, у того проблемы со всей бандой Rough Riders. Первый куплет Икс начинает со слов «Раз-два, раз-два, я бегу», как бы объявляя всей индустрии свое появление. Словно очередное ограбление, Икс угрожает стволом и заявляет, что нигеры понимают, в чем дело, и поэтому замолкают. Ведь они знают последствия сопротивления, ведь я самый сильный рэп-артист на данный момент. У меня много врагов, которые хотят меня поймать и связать. Нигеры рамсят, но зачастую это блеф. Но только не я, ведь я нига, который может скинуть наручники. Если я решу ответить этим нигерам, батл превратится в охоту. Под номером два расположилась композиция Rough Riders Ghymne, безусловный хит, и ода, воспевающая Rough Riders как уличный элемент. Продюсером был Swiss Beats. По его словам, бит он написал в Атланте. Это было неким миксом Атланты и Нью-Йорка. Напомним, что на тот момент он был никому неизвестным битмейкером и по совместительству племянником основателя Rough Riders. С самого начала Икс не понравилась музыка. Он сказал, что она недостаточно худовская и звучит как нечто из рок-н-ролла. На что Swiss Beats сказал, что они сделают ее уличной и начали его поддерживать и выкрикивать «What?», чтобы добавить энергетики к треку. Общими усилиями получилось очень круто, и после Икс стал доверять его видению. В припеве мы слышим «Всем стоять, всем на пол, вырубай всех и вскрывай магаз». Оу, нет, вот как Rough Riders делает дела. В первом куплете Икс говорит «Все, что я знаю, это боль, все, что я чувствую, это дождь. Как мне оставаться спокойным с таким дерьмом в своей голове? Я склоняюсь к насилию, мои нигеры делают движ втихую. Не притворяйся, что ты не знаешь, кто мы такие, ты не знаешь наш стиль. Нигазы с Нью-Йорка самые бешеные, мои кореша за любой кипиш. Бомбанули, потом разделили. Будь уверен, что мы за это». Во втором куплете Икс начинает с угрозы. «Вы че, нигеры, совсем психи? Я подстрелю вас и стану Суэйзи». Подразумеваю, что станет привидением. Знаменитым фильмом, где Патрик Суэйзи исполнил роль привидения. На сленге это значит потеряться или залечь на дно. Третий трек под названием «Fucking with the D» или «Ramsits D» является бодрым и задористым повествованием о том, что случится, если вы будете вести разборку с Димой Иксом. В припеве он напевает. «Мне плевать на вас, нигеры, ведь вы никого не убьете», как бы провоцируя их этим самым и показывая, что они просто артисты. А он не боится испачкать свои руки, ведь пришел сюда с самого дна. Во втором куплете он делится своими переживаниями. «Я хочу ломать хлеб с котами, с которыми голодал. Я хочу пройтись по магазинам с теми, с кем я грабил. Хочу смеяться с корешами, с которыми плакал. А когда все закончится, быть типа это нигеры, с которыми я умер. Что ты будешь делать, когда узнаешь, что в вашей команде завелась крыса? Что ты сделаешь, когда поймешь, что твой пес на самом деле кот?» Под номером четыре является «Скид». Диалог двух приятелей, которые обсуждают слухи о том, что Димой Икс грабит людей, но не понимает, зачем ему это, ведь богатый тип и не верит в его репутацию налетчика. Сразу за ним идет пятая телега с названием «Загляни в мои глаза». Скид перед этим треком должен был бы как подготовить слушая к откровению от Икса, где он делится своим пережитым опытом, как на улице, так и в рэп-игре. Делает он это, чтобы вы понимали, через какие невзгоды и преграды он прошел, чтобы очутиться здесь, ведь это был единственный способ остаться в живых. Невзирая на смену своего окружения, в рэп-игре он также настроен идти до конца и убирать своих оппонентов, словно на улице, заканчивая куплет такими словами. «Если ты никогда не встречал меня, то у тебя нет права судить меня. У меня доброе сердце, но это же сердце может стать очень темным». Этим самым он выводит наружу свой внутренний конфликт между самим собой. Шестой трек ознаменовал появление Икса в рэпе своим оглушительным успехом. Он стал его первым синглом. Мощный бит и агрессивная манера исполнения с поддержкой видеоклипа дал всем понять, что Икс – это новая сила, с которой нужно считаться. С этого момента его ждало пять альбомов подряд, которые дебютировали на первом месте. Клип был снят в клубе «Туннель» – культовом месте для рэп-тусовки Нью-Йорка конца 90-х. Изначальной версией этого трека был дисфристайл, записанный до убийства Тупака. Дело в том, что на момент войны восточного и западного побережья Икс был уличным рэпером, не обремененный контрактом и считал делом чести выразить свою позицию. Он переполнен заявлениями, что это и сайт, и выпадами в сторону запада. Позже он был переделан в полноценный трек, а все упоминания о Тупаке удалены и изменены. Кстати, на момент их конфликта Дима Икс не питал теплых чувств к обоим рэперам. По поводу Бигги, после встречи с ним в клубе, он сказал «И это ниггер, которого называют королем Нью-Йорка? Это полная чушь. Чувак сидит весь здесь на приколе и травит шутки, выглядит очень смешно». Руководство Bad Boy Records сделало выбор, что двое они не смогут ужиться на одном лейбле, и вместо него подписало команду «Локс», в составе которой был Джедекес. Кому интересно, ссылку на оригинальный фристайл с диссом Тупака я оставлю внизу. Так мы подходим к седьмому треку с альбома под названием «Дайте мне улететь». Глубокая и темная поэзия, безумно красивая и проникновенная, открывает нам Дима Икса как лиричного поэта. У трека есть вступление, где он говорит нам «Если что-то любишь, отпусти, если оно вернется, значит это твое, если нет, это никогда не было твоим, держи меня, малыш, достаточно услышать припев, который даст нам понять отношение Дима Икса к жизни. Либо позволь улететь, либо убей, позволь моей дыше отдохнуть, забери мое дыхание, если я не полечу, я умру все равно, я буду продолжать жить, но меня не станет в любой момент». В куплете он рассказывает слушателю о том, как продал свою душу дьяволу. «Я продал душу дьяволу, и цена была низкой. И бля, здесь очень холодно, ведь его уровень на двойной глубине». Восьмой трек носит название «Икс идет за тобой». В трех куплетах он описывает события трех разных преступлений. Припев – это переделанная считалка из культового ужастика 80-х годов «Кошмар на улице Вязов». Во втором куплете он детально описывает месть над своим обидчиком. «Ствол у тебя во рту. Вот, что ты получишь за длинный язык. Я не стучусь в твой дом, я в него проникаю. Если у тебя есть дочь старше 15 лет, я на дне надругаюсь. Овладею ею прямо на полу на твоих глазах. Затем я спрошу тебя, что ты будешь делать. Это месть. Знай это перед тем, как сдохнешь. Я заставлю тебя страдать, мать твою. Увидимся в аду. Клик-клик-бум, увидимся в аду». Дэмиан, название трека под номером 9. Талантливый стори-теллинг от Икса, где он выступает за двух персонажей. Себя и дьявола в образе Дэмиана. С кем Икс заключает договор. В обмен на богатство и славу Икс должен выполнять акты насилия. Но однажды Дэмиан просит его выстрелить в лучшего друга. Что Иксу, конечно же, не нравится. В припеве Икс повторяет. «Змея, крыса, кот или собака. Как ты его увидишь, если ты живешь в тумане?» Следующий трек, «Как это пройдет», является синглом с альбома и идет под номером 10. Это история любовной интрижки между Димой Икс и девушкой с двумя детьми. Причем отец этих детей все еще с ней. Он спрашивает себя, куда эти отношения приведут. И понимает, что не готов рушить чужую семью. Мы пропустим трек под номером 11, так как он является скитом про какого-то типа с забавным именем Микки. Суть такова, он стучится в дверь, и нигеры тупо его расстреливают, не признав в нем своего знакомого. Двенадцатый трек носит название «Crime Story. Криминальная история». Она повествует о человеке в розыске за убийство. В последнем куплете происходит неожиданный поворот, и Икс сдается, но делает это в очень безумном стиле. Следом за ним идет композиция под номером 13, которая носит название «Перестань быть жадным». В ней, подобно треку «Дэмиан», Дима Икс читает за обоих личностей своего внутреннего мира. Один из них – типичный человек из гетто, который пытается делать правильные вещи и жить честно. Второй персонаж является воплощением всего негатива и безумия, кровожадный монстр, контролируемый дьяволом. Одного персонажа Икс озвучивает легким и мягким флоу, когда второго в своей привычной манере с агрессивным напором и рычанием. Второй куплет Икс начинает словами «Я благодарен Господу каждый день за свой дар. Я лучше в этой игре, и если тебе не надоело жить, то лучше не лезь сюда. Проходя мимо собачьей конуры, оставь ей кость. Псы кусаются, дерутся, режут, трясут и держат всю ночь. Поэтому, если ты слышишь «Лай собак», лучше беги. Ведь если слышишь «Лай собак», значит я иду». Трек под номером 14 называется «ATF». Это аббревиатура, которая означает «Бюро по расследованию преступлений, связанных с алкоголем, табаком и оружием». Дима Икс рассказывает историю гангстера, который вынужден скрываться от этого самого бюро. Вся телега состоит из одного куплета и начинается словами «Я в розыске» и сразу же куплет. Бум-бум-бум, открыть дверь, и это ATF. Слишком поздно говорить тёлке, что меня нет. Бегу в подвал, оттуда через чёрный ход, и я уже в соседнем дворе. Через два соседних дома припаркована моя тачка на такие моменты. А вот мой кореш Грис. Йоу, прыгай за руль. Копы на каждом углу. Кто же мог настучать? «Наверное, новеньки. Бля, они упали нам на хвост. Жми на газ, ниггер сильнее». Копы стреляют смерть вокруг, а всё, о чём я могу думать, это мои дети. Бегу сквозь огонь, в меня попадают, в плечо, в шею, потом в ухо. Я быстро умираю, и всё, что я слышу – бум-бум-бум. Открыть двери – это ATF. Таким образом, мы понимаем, что это был сон, который был прерван реальной облавой. Пятнадцатая композиция является моей самой любимой с альбома. Интересна она тем, что в ней задействована сразу 5 МС, включая Дима Икса. Она кочёвая, жёсткая и выражает братскую любовь, которую Икс испытывает к своим близким. Название трека для моих псов, то есть моих корешей. Первый куплет читает «Кассино», выражая любовь и признательность, он говорит. «Даже до всех уроков рифмы, что я храню в голове, я твой должник, и готов отдать свою руку, чтобы тебе это доказать. Драка на кулаках или стволах не имеет значения. Я буду первым, через кого им придётся пройти, чтобы достать тебя». Во втором куплете «Биг Стэнд» читает. «Я буду тем, кто тебя удержит на твоих ногах, я буду твоими глазами, с тобой против твоих врагов. Если тебе понадобится мой ствол, дай мне знать. За моих псов я буду первым, кто взведёт и нажмёт на курок. Они делают это за деньги, я делаю это за братскую любовь». Шестнадцатый трек «Я чувствую это», где Икс делится с нами своими переживаниями, оправдывая свой образ жизни тем, что с самого начала не видел примера для подражания. Во втором куплете он читает. «Только другая собака сможет меня услышать. Мой тихий лай. Дьявол крепко поймал меня в своей сети. И не отпустит. Я чувствую, как Господь вытягивает меня на свет, но это чертовски медленно. Меня лишили шанса быть ребёнком с отцом. Вместо этого дали талант и способность выживать любой ценой». В третьем куплете он делится, что не всё, что происходит вокруг него, он способен контролировать. Такой образ жизни непременно приведёт его в ад. Икс говорит, что чувствует его запах и приближение. «Это там, где мы с тобой оказались. Ответь мне, ты чувствуешь? Скажи мне «да». И припев. Я чувствую, это приближается. В ночном воздухе. Держись. Ведь я ждал этот момент так долго. Всю свою жизнь. Держись. В семнадцатом треке Икс начинает традицию, которую продолжит на всех своих последующих альбомах. А именно, уделение времени на молитву. Он так и называется – молитва. Икс не только благодарит создателя, но и пытается задаться вопросом мотивов самого Бога. Когда Иксу задали вопрос во время интервью, он так это описал. «Это хороший вопрос. Перед тем, как меня подписали на этот лейбл, это был девяносто пятый или что-то типа этого. Я был арестован. Каждый раз, когда меня арестовали, у меня возникали проблемы за мое поведение. В общем, меня бросили в камеру 23 часа в запертие, час на прогулку, тюремная роба. Там дико холодно и в камере пусто. У меня на руках карандаш и лист бумаги. Я помню, как просыпался посреди ночи в поту и слезах, будто я видел эти строки в своем разуме и сразу же их записывал. У меня забрали эти записи на следующий день, когда меня забрали в суд. Но к этому моменту я помнил эти строки наизусть. Собственно, вот так все и началось. Я был покорным его воле и осознал то, чем он меня наградил». Следующий за ним трек «Конво». По мнению журнала Vibe является абсолютной поэзией, и можно понять почему. Композиция отражает прошлые, косяки и нынешние. Признаваясь них и ведя борьбу со своими внутренними демонами, Икс пытается воссоединиться с Богом. В этой же статье были описаны события того дня, когда на Дима Икса было совершено нападение. Шесть ниггеров подкараулили его и решили наказать за грабеж, которого он не совершал. Но в силу своей репутации на улицах нападавшие подумали, что именно он ограбил ихнего кореша. Этот инцидент оставил Икса с поломанной челюстью и шрамом под левым глазом. Произошло это за год до выхода дебютного альбома. Поэтому в момент записи некоторых композиций его челюсть была все еще скована проволокой, что не помешало ему передать всю злобу и боль своей души микрофону. Последний трек, девятнадцатый, с альбома, так как под номером 20 идет концертная версия гимна Rough Riders, представляет из себя мощный коллаб из тусовки Rough Riders в лице самого Икса группы Lox, в которую входит Джадакис, и рэпера из Гарлема Maze. Припев исполнили Икс и Стал Спи. «Если ты любишь деньги, будь готов умереть за это. Нигеры что-то начали. Ты можешь впасть в огонь или обнять небо за это. Нигеры что-то начали». В своем куплете Икс рифмует «Не подходи ко мне со своей чушью, потому что когда я начинаю мочить, я смертелен как аборты. У меня армия из 730 нигазов, грязных типов, которые идут на пролом и заставляют других дрожать. 30 из них любят хоронить нигеров. И пугливые нигеры получают это. Все, что у них есть, все мое. Твой кореш трепался, пока я не достал ствол». «It's Dark and Hell is Hot» дебютировал 19 мая 1998 года на лейблах Rough Riders и Def Jam Recordings. Альбом признан классикой жанра, критиками и слушателями. Альбом был на первом месте в списке Billboard 200. Его второй альбом, Flash of My Flash, Blood of My Blood, вышел в этом же году и также дебютировал на первом месте в списке Billboard, делая Икса вторым рэпером после Тупака с двумя альбомами за один год на первом месте. Икс запомнился поклонникам за свой грубый и хриплый голос, а также манеру рычать и гавкать как собака на своих треках. Его первый альбом переполнен насильственной лирикой, и в нем доминирует мрачная тематика в перемешку со злобой самого артиста. Сам же Икс останется для многих легендой. И как рэпер, который в конце 90-х спас лейбл Def Jam от кризиса. В начале нулевых он доминировал в рэп-игре, но его зависимость к наркотикам самым сильным образом отразилась на его карьере и неизбежно погубила ее.